Сегодня мы начинаем тренировать окислительные мышечные волокна. Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. На прошлой неделе мы с вами потренировали по науке гликолитические мышечные волокна. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но давайте коротко напомним, что мы с вами делали и как разбивали по мышечным группам по дням. Это тоже очень важно, как компоновать свои тренировки. Я сделал целую серию уже тренировок, которые называются 9 рабочих подходов на гликолитические мышечные волокна. Мы с вами видели ролики на дельты и... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Трицепс 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 Ноги Сегодня мы начинаем тренировать окислительные мышечные волокна Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает Это, друзья, чушь Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле Для меня это самый тяжелый вид тренинга Для меня это ментальная концентрация полная Сумасшедший памп, преодоление себя Именно ощущение сжения в работающей мышце В каждой мышечной группе, которую бы вы не прокачивали Если вы не чувствуете этого, значит вы что-то делаете неправильно В чем отличие тренинга на гипертрофию окислительных мышечных волокон за счет гиперплазии миофибрил От гликолитического Во-первых, отличие в амплитуде движения Если в гликолитических волокнах, когда мы работаем, мы используем полную амплитуду То в окислительном тренинге нам крайне необходимо обязательно использовать укороченную амплитуду И желательно работать в самом ее тяжелом участке Для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы Все равно кровь будет приходить и уходить Но благодаря такому тренингу закисление будет происходить гораздо быстрее Еще один научный подтвержденный факт Окислительные мышечные волокна способны к гипертрофии ровно настолько же, на такой же процент, как и гликолитические И когда вам говорят, что можно не тренировать окислительные мышечные волокна Это полная глупость Во-первых, вы будете выглядеть меньше Во-вторых, что самое главное, я считаю, в тренинге Для любого, и для натурала, и для использующего фармакологию Это периодизация Естественно, друзья, к такому тренингу нужно переходить уже после того, как вы освоили технику Но что самое главное, когда достигли определенных силовых показателей И парни, и девушки Вы знаете, что вышли в свет две мои книги Отдельно для парней, отдельно для девчонок Где есть пошагово Практически на два года расписано все Как что делать, силовые тесты Каких силовых показателей нужно достичь Для того, чтобы переходить со ступени на ступень Кто не хочет, кто экономит покупать эти книги Может зайти на мой сайт hmgym.ru И совершенно бесплатно ознакомиться со статьями Ступени В книге просто собрано очень много интересной информации И вся она собрана в одном месте Ну что же, давайте перейдем к тренингу А сегодня, друзья, поработаем исключительно над ногами Самое важное, друзья, не забывать Работаем с сериями 30 секунд работаем Находимся под нагрузкой 30 секунд отдыхаем 30 секунд работаем под нагрузкой 30 секунд отдыхаем Самое главное, друзья, о чем мы должны помнить Работая над окислительным мышечным волокном А мы увеличиваем, гипертрофируем именно мышечное волокно За счет гиперплазии миофибрил Это время нахождения под нагрузкой И берем рабочие веса 30-35% от разового максимума Это нужно для того, чтобы не подключались к работе Гликолитические мышечные волокна Это очень-очень важно понимать и помнить Почему нужно ограничивать амплитуду самым ее тяжелым участком Для того, чтобы закисление происходило лучше Когда мы с вами ограничиваем амплитуду И работаем практически в ее середине Мы тем самым не останавливаем кровоток Этого невозможно А затрудняем его Что, соответственно, приводит к лучшему и большему закислению Это очень важно Ну что, друзья, первое, наперво Нужно разогреть наши коленные суставы И привести организм в рабочее состояние Я это делаю в день ног на велотренажере 5-7 минут до выступления легкого пота Это тоже очень важно понимать И особенно, когда мы работаем над спиной и над ногами А те, кто смотрит мои ролики, знают, что это нужно делать всегда Мы делаем экстензии спины в начале тренинга Продолжение следует... Гиперэкстензии сделаем в конце Поработали, размялись, разогрелись Сделали экстензии И готовы приступить к работе Первая серия у меня будет Это сгибание ног лежа в тренажере Очень важно понимать, что амплитуда, друзья, должна быть ограниченная Я уже объяснял выше, почему Делаем 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем И еще раз 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем Вот это одна серия Я думаю, вы уже знаете Тот, кто не знает Поэтому я для таких людей повторяю Не стоит обращать на это внимание Лучше повторить 30 раз, чем один раз ошибиться Особенно для новичков После этого я иду в тренажер для разгибания ног И делаю серию То же самое 30 секунд работаю 30 секунд отдыхаю 30 секунд работаю 30 секунд отдыхаю И еще разочек 30 секунд работаю Дальше наступает черед Голени И начинаю я работать в тренажере для ног стоя В тренажере для ног стоя Как и для ног сидя И вообще, в принципе, для голени Сложнее всего подобрать амплитуду Так как амплитуда там и так короткая Но методом проб и ошибок И с практикой вы научитесь это делать И будете чувствовать Когда и в какой амплитуде вам нужно работать Не переживайте, если сразу не получится Ничего страшного Главное острое ощущение Работающей мышцы под нагрузкой Особенно в последнем подходе Из серии То есть в третьем Ну что, друзья, мы сделали один круг Следующее упражнение, которое я буду делать Для бицепса бедра Это сгибание бедра сидя Мне тоже очень нравится этот станок Именно для работы над окислительным волокном На гликолитические волокна я очень редко его использую То же самое Делаем серию из 30 секунд под нагрузкой 30 секунд отдыха Затем я снова работаю Очередную серию над квадрицепсом И снова делаю это в разгибаниях ног сидя Мне очень нравится именно этот тренажер Опять-таки для работы над окислительным мышечным волокном После чего, друзья, очередная серия для голени На этот раз работаю уже в тренажере сидя То же самое 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем Вот мы сделали второй круг Для третьего круга я снова возвращаюсь В сгибание ног лежа Ну уж очень мне нравится работать в этом тренажере Чувствую прекрасно закисление Чувствую прекрасно работающую мышцу под нагрузкой Поэтому выбираю этот тренажер Затем, как вы догадались, снова разгибание ног сидя И очередная серия подходов на носки стоя Вот мы сделали три серии Для бицепса бедра, для квадрицепса И для икроножных мышц И для комбаловидных Не забывайте, что и комбаловидная, и икроножная Работает всегда, кто бы что ни говорил И в подъемах на носки стоя, и в подъемах на носки сидя Ну что, друзья, для большинства Эта тренировка закончена Особенно, если вы новичок Для большинства средничков Поверьте, достаточно Вы уже чувствуете мощное закисление Как поработали ваши мышцы Я же сделаю еще Две серии И буду делать приседания Да, самое тяжелое Самое сладкое оставил на закуску ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я работаю Помимо тренажерного зала Еще играю в хоккей Вратарем Вы знаете, это очень-очень сложно Постоянно Сел, упал, встал Сел, упал, встал Ноги закисляются очень быстро И именно такие тренировки Помогают мне Находиться на пике выносливости При этом Объемы ног у меня не страдают И опять-таки Подключается периодизация Вы знаете, что нет ничего лучше Чем периодизация И для всех систем организма Включая эндокринную И центральную нервную Ну и что самое главное Мы с вами работаем Над всеми типами мышечного волокна А это очень и очень важно Да, друзья, не забывайте Делать гиперэкстензии В конце вашего тренинга И заминку Это очень и очень важно Хочу напомнить вам Что вышли в свет Две мои книги Отдельно для девушек Отдельно для парней Серия Факт фитнес Вы обязаны изучить эти книги Если вы являетесь Персональным тренером Инструктором Если вы хотите получать Грамотные знания О том, как правильно Начать тренироваться Чтобы не навредить себе И самое главное Чтобы вы Шаг за шагом Ступенька за ступенькой Поднимались Улучшая свое здоровье Качество своего тела Друзья Не пропустите Другие ролики Из данной серии Где мы с вами Будем прокачивать На окислительные мышечные волокна Дельты И бицепсы Продолжение следует... Широчайшие И тридцать Широчайшие И грудные выждания. И грудные выждания. И грудные выждания.